Всем добрый день, с вами психолог Наталья Крабкова, и сегодня я решила, наконец-то, я долго думала, как сказать, озвучивать вообще эту тему или нет, снимать видео на эту тему или нет, и, наконец-то, пришла к выводу, что от этого будет толк, поэтому я и решила его снять. Почему? Потому что говорить на эту тему просто ради развлечения мне не хочется. Понимаете, в мире всегда хватало сумасшедших, которым вот расскажешь что-то плохое, они такие «О, как интересно, тоже хочу быть таким плохим», или покажешь какой-нибудь фильм, как гниют заживо от наркоты, там, например, от наркотика, который называется «Крокодил». Есть люди нормальные, которые испугаются, у них это останется как какой-то ужас и кошмар, который ни в коем случае в жизни нельзя допустить. А есть категория людей, которые, понимаете, как интересно гнить заживо. Почему? Потому что они сами внутри есть этот крокодил. И поэтому их тянет вот на эту чернуху. Они сами черные внутри. И поэтому просто говорить о маньяках и уж тем более описывать изнутри, как выглядит эта картинка, у меня не было никакого желания именно из-за таких вот дебилов. Ну что сделаешь? Эти люди родились дебилами, там, ну, ничего не сделаешь уже. То есть это бесполезно. И только из-за них не трогать эту тему, я решила, что это будет неправильно. И поэтому я сейчас буду рассказывать для нормальных людей, которые как раз с такими вот сумасшедшими могут встретиться в жизни. Каким-то образом у них может быть контакт. И в этом контакте нормальные люди могут сильно пострадать. И вот для этого я и хочу сейчас рассказать, что я чувствовала в роли маньяков. И какие я сделала выводы, ну, как сказать, как можно себя от них обезопасить. Или как их надо наказывать и, ну, в общем, каким способом их лучше наказать, чтобы было больше пользы, чтобы как бы было больше выводов. Ну и так далее. Вот как бы вот такая вот здесь тема. Что ожидать, чего не ожидать. На что у них можно повлиять, на что нельзя. Потому что бывают случаи, когда можно и встретить такого человека в жизни, и выбрать его в мужья даже, или в друзья, или в коллеги. А бывает, что это родственник близкий. Ну, по-разному бывает. И кому-то эта информация, то, чего я скажу из нее, может быть не просто полезной, а она кому-то, возможно, жизнь сохранит. Я уж не говорю психику, это само собой. Жизнь может даже кому-то сохранить. Вот, и поэтому я все-таки решила снять такое видео. Итак, в свое время, когда я очень активно увлекалась системными семейными расстановками, ранее они назывались по методу Берта Хеллингера, потом уже пошли разные ответвления, но основа там одна. Набирается группа. Как правило, это делали в группе. Ну и в группе всегда интереснее, в группе всегда больше возможностей что-то увидеть. И поэтому все начиналось с группы. А потом стали пытаться делать это и тет-а-тет. Я, кстати, работаю тет-а-тет, но я работаю не по классике, а я лишь беру оттуда способности чувствовать людей. И это очень сильно пригождается мне в моей психотерапевтической практике. Ну и не мне, прежде всего, а моим клиентам. Вот. В общем, это были группы. Это были группы. Я ходила в разные-разные места в Москве. Это были как институты целые, которые уже остановщиков готовили, так и вечерние группы в этих институтах, где ученики снимают вечером, арендуют помещение, набирают группу и тренируются, либо уже практикуют за небольшую плату, меньше, чем берут основатели этих центров. И так далее. То есть это были разные. И также какие-то небольшие частные посиделки, где тоже люди практикуют, либо тренируются. И за несколько лет моего сильного увлечения и походов на такие расстановочные сессии я три раза была... Нет, два раза я была в роли маньяка, и один раз это был педофил. Ну, я его как бы просто тоже в этом видео, как в маньяке, запишу. Как бы вот три... В общем, будем считать три маньяка. И это были очень яркие эмоции. Я очень сильно погрузилась в эти роли. Меня выбрали туда, на эти роли, совершенно случайно. Причем никто даже и не думал, что мы сейчас увидим такое. Там же как вот человек делает запрос, говорит, ну вот и хочу в такой-то ситуации в своей жизни разобраться. И расстановщик говорит, ну выберите на роли, не знаю, например, бывают даже очень абстрактные роли. Не обязательно мама, папа, дедушка, бабушка, ребенок, да. А, например, ну выберите вот человека, который встанет на роль вашей проблемой. Другой там человек, не знаю, на роль там решения проблемой. Вот, ну экспериментировали, экспериментировали, искали, какие вообще возможности у этого метода, и что мы можем увидеть. И очень часто, вот я заметила, так у меня опыт огромный, участие в этих группах, я заметила такую вещь. Иногда попадаешь в неизвестно какие времена. То есть, ну непонятно, что это за время. Ты попал вот в настоящее время, и смотришь какую-то историю из жизни клиента. Или это из рода клиента. Очень часто попадаешь в какие-то родовые истории, и сам клиент их даже не знает. Он даже не понимает, в каком поколении произошло то, какая сценка сейчас здесь разыгрывается. Сейчас, минуту. У меня через полчаса консультация, чтобы мне контролировать время. И, как говорится, знаете, не увлечься. Вот, потому что хочется многое рассказать. Вот. Итак. Что я говорила? А, значит, да, иногда не знаешь, что это сейчас за история. Сам клиент не знает, перед тобой развертывается. Но она каким-то образом влияет, пусть бессознательно, на жизнь клиента вот в настоящей, ну, его в этой реальности. То ли это что-то из прошлых жизней, то ли, ну, больше это родовые истории. У меня ощущение, что это больше родовые истории, а не про прошлые жизни. И вот так вот, значит, ставят один раз меня, давайте я расскажу, вот первый опыт. Я, значит, это мужчина. Мужчина. Меня ставят в роль, я понимаю, что я мужчина, и я понимаю, что я... Сейчас, я буду, я прям вспоминаю эти ощущения, я очень хорошо помню все ощущения почти во всех ролях. Значит, и было такое, что я чувствую себя странным таким мужчиной, полностью на своей волне, и недобрым. И недобрым. И я хочу убивать. То есть в этой роли я понимаю, что я хочу убивать. Ни за что. Это не война. Это не... Там, не с врагами мы сражаемся. Это не защита своего дома и сам своей семьи, своего села. Нет. Это просто маньячное желание убивать. И... И, значит, идет такая... Вдруг разворачивается такая сценка в комнате, вот где мы это делаем. Эту работу. Значит, я этот мужик. Другой человек стоит в роли женщины, молодой. Я ее вижу, как молодую женщину. Такую юную. Может быть, лет 20. Максимум 20. Нет, 20. 22, не больше. Время, значит, происходит все... Какой-то зал. Зал, знаете, вот как... Как дорогой дом, где раньше жили купцы или бояре. Такой, ну, солидный. Причем стены не деревянные, а штукатуренные, покрашенные. Как сейчас музеи есть некоторые. Только это не музей. Это чей-то особняк. И в этом особняке большой зал. В зале стоит фортепиано. И я, как маньяк, пробрался в... Ну, я не знаю, что... В общем, я там оказался. Но это не мой дом. А вот эта девушка, она там как раз каким-то образом живет. И она... Сейчас вот я вот... Я понимаю, что это выглядит... Все, что я рассказываю, как вот кино какое-то. Но это так и есть. Это и выглядело все как кино. Моя задача — передать, что чувствует маньяк. И чтобы потом сделать выводы. Девушка — это хорошая. Девушка светлая очень энергетически. И она видит меня, а я в роли этого мужика, и видит, что я ее убью. И знаете меня, что потрясло? И она садится и начинает играть на этом фортепиано. Ну, причем это происходит, понимаете, в комнате, где мы делаем расстановку, нет музыкальных инструментов. Это просто... Это как вот мы видим, что это так. Мы слышим даже звуки этого фортепиано. Вот там... Представьте, вот какие чудеса на этих, значит, расстановках происходят. Я вижу, как образ, вот как образ, который возникает у меня в голове, но он также возникает и у других участников этой группы. И все видят эту картинку. Вот. И она начинает играть не просто так, очень какую-то красивую классическую мелодию. Она играет для того, чтобы смягчить сердце этого маньяка, который... Ну, у которого просто глаза психопата с маниакальным блеском. Вот. И она... Она играет, играет, играет. Она не смотрит на меня. И я вдруг в роли этого маньяка буквально на полсекунды чувствую тепло этой красивой музыки. Буквально на полсекунды. Как вот такое вот, как проникновение иголочкой в сердце. И... Это что-то, что-то похожее на свет. Вот как будто вот это... Я же темный там человек энергетический. И вдруг вот такой капелюшка света кап, и как бы и музыка такая красивая льется прям в уши. И как будто бы вроде бы вот он момент, где можно было до сердца маньяка достучаться, чтобы он очнулся от того морока, в котором он находится, и где ему хочется убивать. И... Ну, это было лишь вот как... Как прикосновением иголки. И потом быстро закончилось. Мрак все равно побеждает у этих людей. И он сидит, смотрит на эту девушку. Он на время успокоился. Ну, он внутри знает. Идет прям такая мысль. Сейчас ты доиграешь, и я тебя убью. Вот. Вот это вот, знаете, когда я это вспоминаю, становится просто... Ну, это не просто страшно, да, вот в плане, что у вас физический страх. Это морально страшно. Это... Я помню... Я вспоминала, вот у меня жуткие мураши шли по телу от ужаса того, что эти люди себя представляют. Да при том, что я была в роли этого человека. Вот. Я сейчас, конечно, рада, что меня поставили в эту роль, иначе я бы никогда таких вещей не поняла. Вот. И эта девушка абсолютно светлая, ни в чем не виноватая. Она ничего не сделала этому мужчине. Вот. И, в общем, там дальше уже, я не помню, пошла дальше работа, но было понятно одно, что как только она доиграет эту музыку, ну, а может быть, даже не доиграет, если она будет играть слишком долго, и он сзади подходит к ней, она не будет ни сопротивлений, давать ничего, потому что она видит силы неравные, спасти ее некому, то есть она, в общем-то, в ловушке. И единственный был ее способ, это растопить его сердце, и, может быть, он передумает и уйдет сам. Но он знал точно, что он не уйдет. И вот этот кончик света, как на кончике иглы, он так слегка его затронул сердце, даже как будто чуть-чуть, вот, аж слеза такая у него появилась, светлая. И потом быстро мрак снова поглотил его. Вот. И вот эта мысль, что она доиграет, и я ее убью, она была такая злорадная. Вот вы, если смотрели уже мою диагностику личности Ивана Грозного, почему вдруг вот у меня возникло, именно после диагностики Ивана Грозного возникло желание теперь снять это видео. Потому что в нем было что-то похожее. В нем не было в Иване Грозном вообще радости. У него вообще, он, допустим, не знает, что это обычная светлая улыбка. Он не знает, что это. Это очень мрачный человек. Это депрессивный человек. Это человек, который параноидально боится всего. И у него два состояния. Страх от того, что его убьют. И второе состояние – ненависть и месть. Ненависть и месть. Жестокость с садистическими наклонностями. И вот в этот момент, когда он эту месть осуществляет либо своими руками, либо руками своих военачальников, солдат и так далее, он испытывает вот эту якобы радость злорадства. Злорадство, садистическое злорадство. И вот здесь что-то похожее в этом манекее ощутила. Точнее, в этих людях есть что-то. Это люди одного ранга имеются в виду не по статусу в обществе, а именно по внутреннему состоянию. Это люди из чёрного мира. Это такие адовые люди из ада. Как то, что принято называть, служат дьяволу. Они не соединены с божественным ни внутри себя, ни снаружи, нигде. Они не соединены с энергией света. Они соединены с энергией мрака, черноты. И там есть желание уничтожать. Там нет желания сохранить жизнь, приумножить или что-то вообще создать. Там есть желание уничтожить или испортить, или нагадить. Ну, нагадить и испортить одно и то же. Вот такое вот. У меня такой собирательный образ образовался. Но если у Ивана Грозного там были государственные задачи, и он, в общем-то, неплохо с ними справлялся. Но я говорю сейчас именно о всё-таки вот такой демонической внутренней составляющей. А она у него присутствовала. Вот. Так, ладно, сейчас мы возвращаемся к тому маньяку, о котором я говорила. И, в общем, я помню, что когда я вышла из роли, я поняла, что я, в общем, как этот маньяк, я убила эту же девушку ни в чём не повинно. И он куда-то убегает. Он убегает через кусты. Там, ну, естественно, какой-то сад, лесополоса какая-то рядом с этим особняком. И он убегает. Вот. Просто внутри пустота, лёгкое злорадство и вот это ощущение могущества, что он порешил чью-то жизнь. Сам он, ну, по жизни никакой не могущий. Он ничего в социальном статусе не представляет там. Просто такое, знаете, было ощущение какой-то лазучек, перебежчик. В общем, непонятно. Тёмная просто лошадка, которая никак себя не проявляет. То есть, ну, такая, знаете, тёмная личность, которую ещё нужно. Как маньяк, которого прячется, его нужно поймать, вычислить. Да, вы, наверное, смотрели какие-то криминальные передачи, как их ищут и как эти маньяки конспирируются. Иногда под, не знаю, там, условно под порядочного сантехника, ну, к примеру. Да, потом выясняется, что ночью он там перевоплощается и ходит, значит, убивает. Вот. А днём, да, пропорядочный, там, это вантузом раковина чистит. Ну, это я примерно утрирую. Вот. Ну, такого вот плана. То есть, он ничего из себя не представляет, но он вот это всемогущество своё внутри, которое он хочет чувствовать, он его ощущает через того, чтобы убить абсолютно неповинного человека. Вот. То есть, нету вообще, естественно, ну, какая там может быть эмпатия, там не то, что эмпатии и сочувствия нету, там нету, я повторюсь, элементарно, вот, вы, наверное, ощущаете, иногда вы говорите, ой, так светло на душе, да, вот, вот он свет определенный. Или бывает, что прям даже есть ощущение, как вот от лица свет идёт, вот, когда, ну, может быть, радость или ещё что-то, приятное удивление, вот, свет. А там, понимаете, там мрак внутри. И человеку как бы вот в этом мраке, и он сам и есть мрак. Так. Значит, то есть понятно, что это, конечно, это психопаты, нарциссы, это все вот из этой области, только эти личности. Это вот, значит, был первый опыт. Потом выводы я потом сделаю в конце. Второй опыт, это я была в роли, вот этот, наверное, был самый такой ужасный маньяк, ну, из всех троих, про которых я сегодня буду рассказывать. Это была женщина-маньячка. Женщина-маньячка. Вот. И получилась, значит, такая история. Что я вижу? Меня поставят в роль. И что я вижу? Что я и у меня есть какой-то подельник или несколько подельников. Там, ну, возможно, и мужчина, и женщина, не знаю. Но я точно женщина, такая вот социопатка, бандитка и маньячка. Вот. Причем она себя маньячкой не считает внутри. Она считает, что она просто хитрая преступница. Вот. Она понимает, что она преступница, но такая хитрая. То есть она не понимает, что она, по сути, сумасшедшая. А люди как раз со стороны, если на нее посмотреть, они видят, что она невменяемая. Ну, она как сумасшедшая. Но только не та сумасшедшая, которая просто, а-а-а, там бредит, непонятно, что видит. Нет. А та, которая, точнее, она, понимаете, она вменяемая в социальном плане. Но она невменяемая в плане, что с ней невозможно договориться. До нее невозможно достучаться. Так же, как до любого психопата и нарцисса. Они настолько находятся в своем мире, в своей другой измененной реальности, что там настолько глухо. И вот она делает то, что ей нравится делать. У нее не возникает, ну, естественно, ни стыда, ни совести, ни сочувствия, ничего. Она садистка. И поэтому вот в этом плане она невменяема, что до нее невозможно, от нее невозможно вменяемого ответа дождаться. И ее невозможно сделать так, чтобы, как сказать, чтобы она осознала, что она творит. Вот это вот. Это отключено напрочь. Это не встроено в психику вообще. Психика абсолютного вот этого дьявола. Вот. То есть вот если если вот того первую роль, да, вот этого мужика, который девушку убил, я его ощущаю как демона, ну, как демон такой просто, то вот это, наверное, как дьяволица. Немножко у них, я их просто чуть-чуть по рангу, по рангу по-разному считаю. Вот. Дьяволица чуть повыше рангом именно в их адовом мире. Вот. И вот эта вот, значит, маньячка, она выкрадывает людей абсолютно из разных семей. Ни в чем не повинных. Детей может украсть. Может украсть там женщину, какую-нибудь или мужчину. Я никакой закономерности и причины не почувствовала. А как будто бы, знаете, что самое главное, просто разрушать и вселять ужас, страх, панику, и чтобы люди не искали кого-то и не понимали, что происходит. То есть как без вести пропавшие. То есть как воровали людей. В общем, какая шайка. Мне показалось, три-четыре человека, их не больше. Под ее предводительством. Вот. И вот они воровали людей. Просто держали, держала на их в каком-то подвале, таком полусыром, на полу. И они все вот так вот сидели, как в позе эмбриона, и вот так голову вниз должны держать. Ну вот или вы лежали, либо на корчиках сидели, голову вниз. Потому что если кто-то, например, заходит в этот подвал, и если кто-то поднимал, так просто чуть-чуть голову, там, не знаю, может, стонал, или может, брос, может, в каком-то уже бессознательном даже состоянии приподнимал голову, у нее шла постоянно аффективная злость, и она начала бить этих людей, бить, топтать ногами. У нее поднималась такая ненависть, неуправляемая. То есть как бы сейчас, например, человек плачет или стонет, это вызывало ненависть. Человек просто поднял голову, смотрит. Ненависть. То есть не важно, вообще человек улыбнулся, то есть не важно, что он сделает. Идет аффективная ненависть, желание подавить, управлять, доминировать. Здесь главное было власть. Здесь главное было власть. Не деньги, а вот эта садистическая власть. Когда воруют, держат в подвалах там и вот наслаждаются, даже сексуальное удовольствие получают просто от того, что кто-то там мучается и томится в этом подвале, там умирает, может быть, от голода, от холода, от болезней или еще. Ну, в общем, такая прям лютая-лютая жесть. Вот. И она настолько не... Что-то объяснить-то. Ну, господи. В принципе, я уже все сказала. То есть это махровейшие психопатищи, махровищи. То есть это просто дьявол. Вот. Вот ни больше, ни меньше. Что там ты ни до чего не можешь достучаться. Там ничто не повлияет. То есть я даже потом думала, вот если... Так как я была в ее роли, я могла предположить, что она могла бы чувствовать, если бы ее, например, поймали и там, не знаю, но начали бы жестко наказывать. Может быть, даже теми же способами, допустим, которые... Как она издевалась над людьми. И у меня такое ощущение, что это все было бы бесполезно в плане того, что достучаться. В плане того, что она бы не раскаялась. Она бы не поняла этих людей, которых она мучила. Ей это все равно. Она продолжала бы злиться. Да, она бы мучилась. Также мучилась, допустим, от холода, от голода, от болезней каких-нибудь от этого сурового подвала, от крыс, может, которые там бегают. Ну, к примеру, да? Но душа при этом не светлеет. Душа ничего не осознает. Идет просто злоба, выживание, и вот там, в какой-то момент она бы там померла. Все. То есть не происходит того, чего хотелось бы, чтобы оно произошло. Чтобы человек что-то осознал. Чтобы человек понял вообще, каким он был ужасным, и что нельзя было так. Нет, это... Это абсолютно бесполезняк. Ну, в общем, история такая, что я не поняла, поймали ее или нет. У нее был какой-то мужик, который ее там покрывал. У них была очень такая страсть сексуальная. Но даже этот мужик в какой-то момент у него наступали такие просветления в голове. И он начинал ей показывать на икону. А икона – это просто как символ света. Как символ, что помимо дьявола есть же Бог. Почему мы только на этой стороне? Да, типа, смотри. Ну, как будто бы уже видел вот этот ее любовник. Он видел, как будто что она ну, совсем уже сбрендила на этой полу. То есть она совсем стала как маньячка невменяемая. И он даже ей стал показывать, он ее вроде бы любил, но стал показывать вот на... Вот там икона такая, как будто наверху стояла. А я в ее роли смотрю на эту икону, и мне хочется, ну, смеяться вот таким вот дьявольским смехом. Это настолько все мимо, это все. она этого не хочет. Там идет сильнейшее наслаждение вот этой дьявольской энергии, вот этим маниакальным состоянием, вот этой властью, вот этим, что она сделала кому-то плохо. То есть там такое садистическое удовольствие, что все бесполезно. Дальше идем. Третий случай. Это мужчина-педофил. В роли этого мужчины я ощущала тоже злорадство. У всех этих людей вот злорадство. У них нету радости. Они все знают, что они маньяки, но все с этим полностью в контакте и в гармонии. Они не хотят этого менять. Им нравится такими быть. Вот. И он знает, что он педофил. Он знает, что он представляет опасность и получает от этого удовольствие. Вот. И когда он видит, что люди ему доверяют, что-то там, ну, не знаю, словно вдруг на улице с ним разговаривают. Такие вот, знаете, ну, вот обычные люди, наивные где-то. А где-то просто, в общем, ну, не просекли, кто перед ними. Потому что он выглядит совершенно обычно. Просто, может быть, если бы был человек почувствительней, он бы почувствовал, что-то не так. Какой-то взгляд холодный, хитроватый. Что-то, ну, вот, что-то не так, а что непонятно. Вот этот сигнал очень важен обычно. Вот эмпаты, запомните. Если вы вот прям настойчиво чувствуете, что-то не так, вот общаясь с каким-то человеком, но вы не понимаете, что, потому что он мило общается, или она. Все, вот как-то все происходит так, а вот внутренняя чуйка вот так говорит. Вот это, значит, это скорее всего, что вам не кажется. Скорее всего. Вот, в общем, когда вот этот педофил видит, что ему доверяют, что никто не прочухивает, что что-то он странненький какой-то, он получает внутри от этого вот этого хитрое, злорадное удовольствие. И у него даже такое, знаете, такая фраза внутри идет, мысль, я опасна, я опасна, не надо мне доверять. Он как бы говорит это не вслух, а про себя. Он как будто телепатически даже передает это, знаете, как подсказка. Но там же очень мало кто уловит, а уж тем более дети. Вот. Ну и вот такая вот история. Там недолго я была в этой роли, я уже не помню, в общем, к чему двигалась. И сразу говорю, я даже не помню запроса ни одного из этих клиентов. Да даже если помнила, я бы, естественно, их не рассказала. Зачем? Это конфиденциальная информация. Моя задача была донести просто ощущение в некой роли. Просто для того, чтобы сделать следующие выводы. Выводы такие. Значит, все эти три человека. Вообще, если речь идет о маньяке и либо педофиле, все равно имейте в виду, что это психопат. Психопат, нарцисс, они, это почти одно и то же, там вот только у нарцисса добавляются еще некие черты. Но основа вся психопатичная. Психопаты это такие бездушные люди, бездушные. Я не знаю, может, у них есть душа, но она дьявольская. Это такие бесы, бесы на земле. Бесы, демонята, тараканы, ядовитые лягушки, змеи. Образы, образ змея говорю, и дьявол. И дьяволы. В общем, вот там у них такие свои ранги. всякие волки, злущие волчата, шоколята и в общем и же с ними. Это дьявольские сущности, пришедшие на земной шарик. И они не могут измениться ни под таблетками, ни под психотерапией, ни под гипнозом, ни под чем. Это суть, потому что их суть полностью. Это не какие-то там детские травмы, еще что-то. Это суть. Суть их дьявольской души. Вот. Поэтому выводы, какие я сделала, это мои выводы только. Их либо надо, ну вот если такого человека поймали, все доказали, то есть либо сразу расстрел, ну или бы электрон, электрический стул. Вот. Либо, ну можно можно мучить так же, как они мучили своих жертв. Можно. Я только не очень увидела сильной разницы, потому что душа не поменяется и не сделает выводы. Поэтому будут ли с ними войскаться, либо их сразу замочат, сильного значения не имеют. Но что важно понимать, что эти люди не могут измениться. не могут. Они не могут захотеть измениться и не могут измениться. Вот это должен знать каждый эмпат. Чтобы не было иллюзий, что вы можете исцелить такого человека своей любовью. Вот. Одна уже на фортепиано играла прекрасную мелодию светлая девушка. Понимаете, да? Доигралась. Вот. а тут, ну, у нее не было выбора. Если бы она побежала, он бы ее догнал. Вот. Но я просто говорю, что ничем, ни своей любовью, ни настоящей, причем не обязательно поддельной, ни своим вниманием, вы можете жизнь отдать за этого человека. Он будет только рад. Ну, уж как бы, только рад, чем больше жизни из-за него отдадут или за нее, тем только лучше. Это, ну, повторюсь, это же не только мужчина, ты и женщина. Вот сейчас вам рассказала как раз, что как раз самой жгучей моей неманьячкой была именно женщина. Вот. В данном случае из тех ролей, что я рассказала. Вот. Поэтому вот эти вот все иллюзии нужно полностью вычеркнуть, что можно что-то изменить. Нельзя. Этим людям нужно выйти из воплощения. Нужно выйти из этого воплощения полностью. То есть нужно, чтобы умерло их физическое тело, душа отлетает и, может быть, там где-то они там уже будут решать меняться им, не меняться там в каких-то других измерениях. И, может быть, если существуют, да, вот эти вот множественные жизни, они придут в новое воплощение, в новом теле с новыми задачами. Возможно. Я не знаю, как. Это там где-то, в общем, решают. Пусть они там со своими наставниками общаются. Вот. И решают, что-нибудь делать дальше. Но в этом воплощении, если они такими родились, всё, уже вся психика, вся работа мозга заточена на обслуживание такого духа, такого, дьявольского. Всё. Условно, человек служит дьяволу. Он не может при жизни поменять дьявола на Бога. Не может. Всё. У него мысли даже такой не будет. Он не захочет даже. Он как бы изначально пришёл как слуга дьявола. Вот. Вот это вот важно понимать. И тогда многие из вас могут сэкономить полжизни, да, не тратить больше на такого человека. Ну и в то же время будут понимать, что надо делать. Вот. Поэтому там дальше сами делайте вывод, что у всех разная ситуация. Да, это понятно, что вы не можете взять ружьё и убить этого человека. естественно нет. Потому что это противозаконно. Но вы должны понимать, что раз вы этого человека изменить не можете, вам нужно просто отходить в сторону. Отходить как можно дальше и думать только о собственном самосохранении. Только о себе в этот момент. Только о себе. Не надо думать о человеке-дьяволе. Не надо. Вы на разных полюсах. Вы с разных планет. Вы хоть и на одной планете, но внутри вы с разных планет. Не надо вообще пытаться стыковаться с этим. Эти орбиты не стыкуются. Вот. Вот такая вот история. Вот в общем-то всё, что я и хотела донести. Помните, да, вся салтычиха. У меня есть видео, кстати, как там называется «Психопаты, нарциссы, социопаты». И вообще есть целый плейлист такой на Ютюбе. Посмотрите. Вот. И вот в этом видео я рассказываю про салтычиху. Помните, её заточили. Значит, заточили в какой-то там, не знаю, бункер, хотел сказать. Ну, не бункер, в общем, какую-то темницу там с таким окошком. И она кидалась в это маленькое окошко на людей. Если мимо шли люди, людям разрешали на неё поглядывать. такое наказание было. Я уже не помню, сколько лет она там сидела. Вот. То она кидалась. Ну, просто в психотическом, находясь, естественно, в маниакальном, психотическом уже состоянии. Она как безумная. Вот это вот, от которых в больнице закалывают, в психиатрической лечебнице закалывают лекарствами, чтобы они не кидались на стены, на людей там, да. Вот. То есть она вот так кидалась в это окно, там, и орала, там, вот как бы показывая им, что она бы их всех сейчас горло им перекусила бы. Вот. То есть это больной человек. Ничего на неё не влияет. Ни вот это, ни это заточение, ничего. Кстати, я где-то услышала такое, такое, как-то сказать, мнение, что если вот такого маньяка закрыть в тёмное помещение, без окна, вообще нет света, ноль света. И можно даже чуть-чуть прикармливать просто, чтобы быстро не умер. И дать ему возможность что-то осознать. Находясь в полной темноте, возможно, через несколько недель, может быть, через несколько месяцев, эта тёмная сущность сможет увидеть внутри себя, заметьте, не снаружи, внутри себя начало божественного света. И вот тогда душа подумает о том, она начнёт только думать, что, а может быть, перейти на другую сторону, на сторону света, вот, только в полной кромешной темноте душа маньяка, садиста, психопата, работника дьявола, возможно, это лишь, только шанс ему дадут, может увидеть внутри себя капельку света. Потому что он будет просто так херово в реальности, что ему придётся, чтобы хоть совсем не сойти с ума, увидеть внутри этот свет. свет. И вот тогда можно выходить из воплощения. Может быть, тогда будет шанс в следующем воплощении стать светлым духом. Всего вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok